Приветствую вас, мне кажется, что вы очень много всего намешали в свой вопрос, вот, мне кажется, что слишком много всего у вас в вопросе вашем, то есть слишком много таких вещей у вас в вопросе, которые сами по себе могут являться вопросами и вопросами довольно такими самобытными, самостоятельными, вот, поэтому мне кажется, что это ваша первая ошибка, то что слишком много вы всего намешали в один вопрос свой, то есть я понимаю, я понимаю, конечно, что вас это волнует, да, но, тем не менее, для меня, как для психолога, очень сильно бросается в глаза вот то, что, ну, вы смешиваете какие-то вещи, да, разные абсолютно, вот, в результате, в результате чего возникают, собственно говоря, трудности, проблемы у вас, вот, трудности, проблемы у, вероятно, людей, с которыми, ну, с которыми вы взаимодействуете, вот, это, значит, такой аспект. Итак, отвечая на первый ваш вопрос, в чем смысл дружбы, значит, правда заключается в том, что именно смысла в дружбе нет, потому что, как и в любых человеческих отношениях, не нужно искать именно смысл дружбе, гораздо эффективнее, гораздо более реалистично, если угодно, наслаждаться тем, что есть, наслаждаться теми аспектами, которые есть, наслаждаться теми, теми моментами, которые есть, вот, это гораздо более эффективно, чем искать какой-то смысл вообще дружбе. Вот. То есть, хочу, чтобы этот момент вы для себя, как следует, уяснили, что смысла в дружбе нет, вот. Смысл любых человеческих отношений в том и заключается, что люди, они просто наслаждаются, наслаждаются временем, проведенным друг другом, вот, и не задумываются о будущем, не думают, условно говоря, наперёд, вот, а думают только лишь о том, вот, что, ну, что есть сейчас, да, как сейчас есть и так далее. Это вот первый, первый важный момент, который вам необходимо для себя понять. Второе. Значит, существует ли дружба вообще? Да, безусловно, дружба вообще существует. Да, безусловно, дружба есть, вот, но нужно здесь обязательно учитывать тот факт, что дружба, она характеризуется, если можно так выразиться, с прерывностью, если, в свою очередь, эм, с прерывностью в дружбе нет, вот, то есть, с прерывностью именно другу, вот, то дружба по большим вопросам. В этом случае оказывается, потому что, эм, эх, эх, эм, та, та дружба, В КТ нет преданности, то есть, ну, грубо говоря, нет готовности к человеку делать что-то, к примеру, для другого, вот. А то это, на самом деле, уже не бросьба, что-то такое, вот, другое, что-то такое, ну, не совсем понятное, не совсем, что-то такое, действительно, вот, это такой момент. В этом смысле можно говорить о том, что другая часть встречается между мужчинами, между мужчинами и женщинами, но никак не между женщинами. И женщины в силу своей, ну, особенности, своей психологической особенности, природными могут быть только тем, кого они любят. То есть, в данном случае речь идёт скорее о мужчинах, чем о женщинах. Это очень важно понимать, на мой взгляд, это очень важно понимать, очень важно понимать этот аспект. И, значит, от него отталкивался. То есть, безусловно, конечно, женщины бывают преданными, это безусловно, но, как бы рассчитывать на это, на то, что женщина будет преданным. С преданным другом, на мой взгляд, не стоит. Совершенно не стоит. Вот. Дальше. Есть подруга. С видом всегда позитивная и легкая открытая людьми. Наши эмоции много и любят. Много и любят. В ходе общения, понимается, что это ложь. Все слова свидетельствуют и обсуждения других. Специально врёт, чтобы показаться лучше. Это говорит о том, что человек себя вот таким, какой он есть, да, не принимает. Это абсолютно вранье. Человек не принимает себя таким, как он есть, к сожалению. К сожалению. Вот. И всё. То есть, у вас, ваша трудность заключается в том, на мой взгляд, что вы на свой счёт принимаете это. Вы на свой счёт принимаете то, что она врёт. А значит, ну, по факту, вы считаете, что всё дело в вас. Вот. Ну, то есть, по факту, вы принимаете это на свой счёт. На мой взгляд. Вот. Что не является чем-то позитивным и конструктивным. Когда человек врёт, значит, это проблема исключительно его. Исключительно проблема человека. Вот. Такая история. В этом, в этом, то есть, нужно отдавать себе отсчёт. Вот. Дальше. Я понимаю, да, при угрозе действительности, но непостоянно же. Ну, здесь, опять же, вы переходите к осуждению человека. То есть, вы позволяете себе его судить. В какой стати, кстати, вообще отдельная история. Что-то, почему вы позволяете себе судить человека. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Так. Назначили встречу, всё ок, пишите, что они могут, просто максимально важная причина. Поэтому я умею догадываюсь, что всё это ложь. На самом деле, вам нужно либо принять Ольга, её позицию такую, либо нет. Либо нет. Вы либо понимаете, что она живёт и общаетесь с ней настолько, насколько вот она может и может общаться. Либо не принимаете и говорите, что вам такое отношение вас не устраивает, и вы так больше, как бы, терпеть, терпеть такое поведение не будете. Собственно, график знает. Дальше, значит, пишет, что не модит, просто максимально важная причина. Так. Просто стало на это другое место. После таких случаев доверие ноль. Согласен. И это, опять же, вопрос в том, считаете ли вы приемлемы для себя такие отношения или нет. С одной стороны, с другой стороны, доверие жидится не на том, что вы доверяете другому, а на том, что вы доверяете себе. То есть, именно доверяя себе самой определяет степень доверенности другим, не наоборот. А я всё понимаю в теории, что именно, вы понимаете, сделать ничего не могу. Сделать ничего не могу, чтобы что? Сделать чтобы что? Бывало, что я сама была соучастником вранья. Потом, говорю, как бы, щитку, мне так не врёшь? В ответ, нет, то есть, что я себя люблю? Соучастником вранья, какого вранья? А почему вы говорите, мне так не врёшь? То есть, понимаете ли вы, что так вот демонстрируете свою неуверенность в себе? А, так, я всё отпускаю. Если обида и злость проходит, а очень маленький период времени, то всё. Что всё? Что вы отпускаете? Как может обида и злость пройти, если они вызываются определёнными чувствами? Я боюсь остаться одна. Это проблема. Другая проблема. Понимаете? То есть, смысл дружбы, как вида человеческих отношений, это одна проблема, один вопрос. Вопрос ваших отношений с подругой, это другой вопрос. Вопрос вашего отношения к себе, третий вопрос, вопрос того, что вы боитесь одна. То есть, не принимаете себя такой, какая вы, если вы есть, и считаете, что всегда должны быть с ним. Это ещё один вопрос. Но нам не кажется, что за словами единственного она делает меня неуверенным в себе. Нет, это вы перекладываете на неё ответственность за себя, потому что вы сами по себе неуверенный в себе человек. Мне очень хочется всем делиться с ней. Не надо в кем делиться с ней. Делиться нужно только тем, чем вы можете поделиться без ущерба для себя. Оставаться виноватым или обманутым. Это ваш выбор. Как возле себя, чтобы не страдать, не страдать, потом и не реветь. Я полагаю, перестать делать её центром своей Вселенной. Да, в первую очередь, перестать её центром своей Вселенной. Вместо этого лучше будет, если вы будете воспринимать её как следствие. Следствие. Вот. То есть, эээ, ну, просто следствие. То есть, эээ, следствие её, следствие того, вот, собственно, что вы делаете. Вот. Не наоборот. Понимаете? Такая штука. Вот. То есть, мне видится, мне видится вот так, мне видится такой аспект. У вас. Вот. Вот. Вот так. В принципе. А то, что вы рвёте, это вопрос к вам. Вопрос к вам. Вопрос к вам. Обидно. Да, я прекрасно понимаю, что обидно. Я прекрасно понимаю вас. Тем не менее, за обиды нужно нести личную ответственность. У этого пока делать не хотите, к сожалению. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого добра и удачи. Удачи! 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 Удачи!